Всем привет, друзья! 40-й час полуфраденцы. Я совершенно не помню, что мы хотели в прошлый раз делать. А, мы обследуем вот эту локацию, да? Два дня я не играл в эту игру, если не три. Уже изрядно всё забыл. Ящер-воитель. Не страшно. Кстати, магичка-то плоха. К счастью, она сейчас оказалась в самом конце. Воитель, солдат. В кого легче всего попасть? Легче всего попасть в жреца. Моему вору. Попал. Жрецы-то куда идут? Фаербол им. Хотя нет, там мои ребята. По-моему. Поэтому давайте обойдёмся уж без магии в этот раз. Так, их перебьём. Так, я не понял, почему не выскакивают? Так, бег. Бег включён. Мне сейчас надо игру перенас... Так, показ бросков включён. Бег включён. Что ещё? Почему не показано, сколько здоровья есть? А, вот теперь показано. Я просто сейчас игру пришлось переустанавливать. У меня проблема с жёстким диском была. Я ещё боялся, что сейвы не сработают. К счастью, действительно, один из сейвов не сработал, но второй запасной я всегда дважды сохраняюсь. Он сработал. Повезло. Медали ему кастануть. Но лечение они могут сколько угодно применять на себя. Им это не поможет. Какой злой. Какой злой ящер. Вот этот сейв, он оказался почему-то повреждён. Одиннадцатый. Громкость музыки же я убавил. Да, убавил. Какие какая-то... А, подождите, к ней напрямую не пройти. Давайте посмотрим, что это за дверь. Дверь. Просто открываем тогда. Это прочная дверь, крепко заперта с другой стороны. Трава вокруг буйно разрослась. Похоже, что эту дверью давно не пользуются. Ставим метку. Можно с другой стороны. Слышу вопли. Или что? Нет, это всё нормально. Здесь что? А вот здесь можно поспать. В тени вот этого здания можно вздремнуть. Ой-ой-ой. Наступила ночь, ещё раз спим. Не потому, что я боюсь нежить. Я просто не хочу терять время на сражении с ней. Здесь, так понимаю, ничего, да? Здесь ничего. Веретяно перехода. Ставим метку. Веретяно. Здесь, так понимаю, что я не могу. Веретяно. 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 Вы слышите обращающийся к вам человеческий голос, но не можете увидеть его обладателя. Бедненькие вы мои, заблудились в этих развалинах. Мои ящеры покажут вам выход. Что-то мне совсем не страшно, честно говоря. Абсолютно не страшно. А вот к магу подпускать не надо бы. Фаерболы на их голову. Хорошо. Нервы. У одного из нервы сдали. Остальные продолжают сопротивляться. Сам себя вылечил, это ему не поможет. Фаерболы на их голову. Дальше, наверное, без мага и уже разберемся. Дальше. Ну и что? Смысл было мне угрожать? Опаньки! Вижу весь ваш рот! От вас сплошные мучения! Вы настоящая чума! И от вас надо избавиться! Раздавить каменной стопой! Так это сам Малгихай! С вами говорит человек-чародей Малгихай! Зараза, с тыла зашли! Так, вот это сам Малгихай! К нему нужно максимально быстро подвести воина! Каменный ящер, зараза! К нему максимально быстро подводить воина! Блокировать нужно! Так, ну сюда мы фаербольчик кинем! Вот, зараза! У них иммунитет к фаерболам, друзья! Это проблема! Так, магичку увели! Это кто у нас? Это у нас... Вор? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Пропустил ход воинам! Так, воина к магу кидаем! Нужно его блокировать, во что бы то ни стало! Отлично! Мне дали выполнить заклинание и 50 урона ему нанесли! А, куда бы... Куда бы шмальнуть? Вот по этим двум товарищам? Наверное, да! А, блядь! У них же иммунитет, я забыл! Черт! В пустую потратил заклинание! У них же иммунитет! К магии, я так понимаю, вообще к любой, что ли, иммунитет? Малгихай в первую очередь выводим из строя! Малгихай убит, друзья! Ну и все! А дальше, я думаю, уже дело техники! Справимся! Мага, главное, что нет! А чем клиричка вооружена, я не понял! Какая-то непонятная штуковина у нее в руке! Воин просто красава! Так, у этой... Так, у этой... А, ну понятно! Клинок пылающей гарды! У нее, кстати, есть заклинание огненный удар! Надо бы как-нибудь воспользоваться, попробовать! Это вообще непобедимый совершенно воин! Магичка с паращи добила! Так, мы выполнили какой-то сюжетный квест, убив Малгихая! Но я только одного не пойму, почему никаких призов не вывозь! Вы уничтожили злого чародея Малгихай и его прислужников ящеров! И все? Подарков не будет, я так понимаю? Куда вот эта дверь ведет? А, вон что-то лежит! Ну-ка, давайте посмотрим! Зачарованная ветвь железного дерева! Жезл удержания гуманоида! Заклинание удержания гуманоида! Ни о чем! Свиток Киаранцали! Заклинание перст смерти! 20 уровень! Прикольно! Эликсир полного излечения! Посмотрим! Мы все собрали, да? Ничего не забыли? Здесь ничего и не осталось после Малгихая, что... Очень странно! Давайте посмотрим, что в этой двери находится! Это прочная дверь заперта на засов, вы с трудом отодвигаете его! Внаружи выплескивается промозглый воздух подземелья, да еще в перемешку с отвратительной вонью! Это могут быть только ящеры! Опять ящеры? Но они слабенькие! Непонятно, где мы очутились! На каком ярусе! Так, ему надо бы, наверное, выпить какой-то эликсир лечебный, потому что он плох! Магия! Эликсир лечения тяжелых ран! Теперь нормально! Очуметь, у нее мощная магия! Остался один неудачник, и что он собрался делать? Что делать? У нее! У нее! У нее! Критический удар! Что-то вывалилось. Так, посеребряный гномий топор. Тобор серебряного листа. От одного до шести. Противорковая защита. Ну, короче, ерунда. На продажу. Посеребряная гномия булава. То же самое, ерунда. Спать. И что, где мы в итоге-то? Туннель ящеров. Кстати, в туннеле ящеров мы еще не были. В туннеле ящеров мы еще не были. Так, это значит выход в Медранор. В Соловьиный двор. Ставим метку. Там ставим метку, что выход в туннель ящеров. Вот туннель ящеров. Тут, кстати, мы еще наверху-то ведь не все осмотрели. Давайте, наверное, все-таки эту локацию до конца доизучаем. Просто надо запомнить, что есть еще туннель ящеров, который мы не обследовали. Так, так, так. А это что? Тотем ящеров. Освободить. Освобожденный от оков. Планета стремительно улетает в планетарий, как и говорил Гарлан. Освободили, в общем, еще одну планету. Вор. Вор пускай открывает сундук. Кольцо со множеством самоцветов. Кольцо отказа. Попадание, повреждение. Класс брони плюс 4. Шанс провала заклинаний 80%. Только для чародеев. Ну, ни хрена себе. Какой чародей может эту хрень одеть? Ну, хотя, знаете, давайте я на всякий случай дам. Класс брони. То есть, какой-то сложный бой. Вдруг, может быть, класс брони повысить. Так, а если она это кольцо наденет, вообще что-то изменится у нее? Класс брони на 3 единицы повышается. Ну, ладно, я оставлю на всякий случай у магички. Деньги все равно девать некуда в этой игре. Еще один сундук. Так, давайте все отойдем. Вдруг там ловушка, еще что-то. Все разом лягут. Будет неинтересно. Всего лишь 200 золотых. Никчемных и ненужных. Вдруг там ловушка, еще разом 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 опять ящеры каменные ящер чернокнижник его нужно быстро блокировать блокировать нужно да здесь по моему даже магия не понадобится потому что потому что каменные ящеры они в магии к огненному шару неуязвимы остальным не знаю мне кажется мы справимся без проблем и так чернокнижник далее под башки блокируем каменных блокируем вот этот выход хорошо за перекрыли все пути подхода не дали ему вставать там чё-то как больно Чёрт, пропустил ход магички Ну ладно, она чё, она только из прощи могла Мигнуть Так, ну здесь, наверное, надо отвезти Да не, воин вроде достаёт Так С неожиданной стороны для ящеров мы зашли У них чернокнижник оказался не в том месте Как планировали, видимо, разработчики Зашли в тыл Так сказать Клянусь клыком, число неправильное Но почему вы не могли прийти втроём В шестером или в девятером Когу это не понравится Спросить, кто такой Ког Нет, спросить об источнике Новые хозяева Медранора пробудили источник Дочерние источники подчиняют каждого, кто осмелится препятствовать им Здесь водится призрак, дух могущественной эльфийки Но когда сюда пришёл источник Ког заставил её замолчать Дочерний источник даёт нам силы заткнуть рот кому угодно Спросить о женщине О женщине, которую Ког заставил замолчать Она никто Она давно умерла От неё остался только голос, плачущий по её подружкам А когда появился источник И Ког поднял знак колец От неё и голоса не осталось Ха-ха Мистер то, мистер сё И такая дребедень целый день Невыносимо было слышать эти вопли Хватит болтовни Нам надо решить, кого из вас возьмёт Ког Спросить, кто они такие Но довольно о нас Давайте о вас поговорим Когу мы, пожалуй, отдадим хотя бы одного из этих людей Спросить, кто такой Ког Ког это наш главный Теперь это святилище Кога Это Ког посвятил нашей жизни источнику И заставил женщину замолчать Хорошо сказано Хватит болтовни Я голоден Так, бой начался С Крэндли С Керндли И Горгат Тоже, видать, какие-то квестовые персонажи Накажен За их высокомерие Здоровье, конечно, до хрена у них Чё, греха таить Нужно блокировать Нужно блокировать Этих засранцев У этого Класс защиты 16 Кстати, они довольно-таки Я бы не сказал, что Сильные Они магии Их нужно блокировать Обоих одновременно Можно, в принципе, шмальнуть И фаерболом А чё всё Фаербол и фаербол Давайте посмотрим Какие ещё заклинания есть У магички Так Огненный шар Замедление Ускорение Честно говоря Особо ничего-то и нету Такого особенного Давайте Фаерболом опять Как обычно Так, блокируем этого Засранца Отлично Первый пошёл Сейчас так же и второй Он будет пытаться что-то Вставать Уверен, что мы ему не дадим Спас-бросок прошёл Хорошо Америка прошёл Ещё Чёрт возьми Ещё один Кок Я боюсь, что он сейчас Траванёт кого-нибудь Из наших Давайте его заблокируем Не знаю, что у них там За заклинание Так это Кок и есть Ребят Это Кок Спас-бросок опять В Америка Это сам Кок Или главарь 18-й класс защиты Но почему-то мы умудрились промазать Сейчас не умудрились Вот и всё Кога с нами уже нет И этого товарища нет На шее у одного из нагов Вы находите мешочек В нём лежит костяная пластинка На которой наги пишут Удерживая её языком И выцарапывая надпись клыками На пластинке вы можете разобрать имя Прейлиш И какое-то странное слово Вы смотрите на него И костяная пластинка нагов Обучает вас слову яда Мы познали слово яда Где-то, видимо, оно нам пригодится Где, пока не знаю Так, малый идол Очередной Гноме тяжёлая кожная броня Усиленная позолоченной сталью Я не знаю Кому это можно вручить Так, проща плюс 3 Но опять же, проща У магички она и так лучше Кто-то откинулся Ох ты, блядь Умер кто-то из наших А умер... Знаете кто? Умер... Умерла магичка Сейчас мы её оживим И вообще давайте посмотрим Там травили ядом Кто-то может быть до сих пор Под каким-то воздействием Так, у этой есть Снаряжение Посох Жезл Жезл Воскрешение Применяем его На магичке И она снова с нами У этой проща плюс 2 Ага А тут проща плюс 3 Заменяем Какая-то я не знаю Тоже на продажу всё Ну узнали мы слово яда А дальше что? А, если вы хотите Познакомиться с прейлишем Поближе Раздобуйте пару ценных ожерелей Или узнаете Где-нибудь слово яда Понятно Мы теперь можем С прейлишем поближе Познакомиться Потому что мы знаем Код к его двери И это здорово Мы обязательно к нему вернёмся Это тот коллекционер На главном ярусе Помните? Коллекционер всяких безделыш Говорит Приносите ко мне Причём он не совсем-то честный Он может и напасть В общем его будет убить Не жалко Целебный мох Давайте чуть-чуть перекусим Так Гаргулей дерутся С ящерами Мы накажем И тех И других Так Этот заблокирован Что-ли? Видимо да Тогда ему отложить ход Так Это и нужно взять Оружие ближнего боя Клинок пламени Естественно Фаерболл Фаерболл Двух ящеров Как не бывало Так Блокируем Ящера Броня сковывает К сожалению Магички Магички ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там мы проходили. Вход в усыпальницу рыцарей. А он разве здесь? А, мы там были, да. Надо там пометку сделать, что там ничего интересного. Там были ничего интересного. Потому что туда мы навряд ли еще вернемся. Ящеры поедают несчастную горгулью. Ну, нам горгулью пофиг. Так же, как и на ящеров. Мы умеем только одно убивать. Фейер-булту довольно опасно. Так, магичку сюда, чтобы лучше видела. Сейчас с фейер-булльчиком сработаем очень аккуратно. Вот, никого из наших мы сейчас зацепить не должны. Никого не зацепили. КОНЕЦ 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 Так, блестящий черный кинжал, обсидиановый кинжал. Попадание, повреждение плюс 3, сопротивляемость магии плюс 7. Я тоже не понимаю, для чего это может понадобиться. Так. Ещё ярче. А вот, кстати, говорящий столб, про который мы слышали. Говорящий столб. Сейчас мы с ним поговорим. Сперва надо с ящерами разобраться. Кстати, здоровье не к чёрту уже. Со здоровьем плохо у наших парней, особенно у воины, у клерички. Спасбросок прошёл. неправильно. Продолжение следует... Попробуй. 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 Прошел спас-бросок Блин Магичку срочно в сторону Но я боюсь, что у нее проблемы Довольно серьезные У этого здоровье есть Его можно попытаться Нет, ему тоже даем команду обороняться Так, обороняться вору Он в западне Кого бы атаковать? Ящер-мародер довольно слабенький Так, двумя ящерами меньше Это и обороняться Магичке обороняться Так, против магии Она, конечно, сейчас не выстоит Черт, они стреляют по магичке Ее надо будет воскресить до конца боя Обязательно, чтобы она опыт получила Хорошо, что он воспаляет Свою магию сразу на И на криличку в том числе Спас-бросок проходит Так, сработала Оборонительная стойка И у вора, и у магички Так, обороняться Отлично Здесь хорошо Магичку сейчас можно уже прятать Давайте ее отведем в сторону Ей уже не до драки А вор продолжит стрелять Субтитры создавал DimaTorzok У нас защита 16 Давайте по нему вором отстрелять Работаем Воина направляем К лекарю Еще к лекарю Заблокировали его Зато тут заклинатель Теперь подключился Своими стрелами Зараза такой Ну ничего Мы сейчас подведем к лиричку И она его вылечит А может быть Это даже и не понадобится Как это и лечить Лечение критических ран Далеко слишком, да? Слишком далеко Хорошо Хорошо Хорошо. Кстати, у Клирички появились новые заклинания, о которых я и знать не знал. Сейчас бой закончится. Так, давайте попробуем убийство применить. Но оно, видать, с ближнего действия. Ладно. Что еще у нее есть? Сопротивление магии, оживление, огненный удар. Ну-ка, давайте огненный удар. А, огненный удар он побьет по площади. Нет, огненный удар не надо. Давайте, пускай она просто пока вылечит воина нашего. Для этого нужно подойти. Блин, не нанесение критических, а лечение критических ран. Хорошо. Спросить колонну, кто и что она такое. Я ухо города, я слушаю и запоминаю. Раньше ко мне приходили добрые вести, и мне радостно было пересказывать их другим. Жители города находили утерянные вещи с моей помощью. Теперь же я слышу стоны умирающих и повторяю злобное ворчание чудовищ, терегущих награбленное во тьме подземелье. Сказать, что вы не подданы, это... А, расспросите сокровищик, давайте. Я слышу о могущественных магических предметах, о кольцах, жезлах и свитках. Я слышу об оружии и доспехах. Слышу и о драгоценностях, о книгах, о других сокровищах. Но поспешите, я не могу разговаривать долго. Так, можно спросить об ожерельях и кольцах, о жезлах и свитках, об оружии и доспехах, о других сокровищах. Давайте об оружии и доспехах. Вот ужасное оружие, которое иногда называют острием смерти. Я слышу звуки вокруг него. Топот лап ящеров и недовольные голоса. Мне плевать, чтобы и обещали, говорит предводитель. Это могущественная магия, и мы отнесем ее Малгихаю. Теперь они поднимаются все выше по каменным ступеням и выходят на свет. Эти звуки прилетели ко мне из развалин на севере. Расспросить об ожерельях и кольцах. Снова и снова, много веков подряд, я слышу голоса, проклинающие кольцо Ааширака из черного дерева. Проклятие, я не могу его поднять. Так они говорят и с сожалением уходят, оставляя его на старом месте. Последними это говорили дрову, прежде чем уйти глубже в катакомбы. Расспросить о ожерельях и кольцах. О, мне известно об ожерелье, чудесном ожерелье, Оду Ацера, дайте мне прислушаться. Да, оно под водой, оно лежит там уже не одно столетие. Из ревущего пламени попало оно в холод и тишину глубоких вод. Я снова слышу водяную песню принц Шерри. Вы слышали о ней? Это наяда этих мест. Лишь она сможет достать это ожерелье из его могилы. Но тише, я слышу песню Фаеруна. Барт Кара Тура поет о вас. Два куплета. Хотите ли услышать их, прежде чем уйдете? Попросите исполнить оба куплета. В тени драконово крыла, Мартрель заклятий сеть плела. В ловушку лживо сладких строк попал серебряный клинок. И движутся за ведьмой вслед все те, кто ненавидит свет. Источник смерти на земле льет, Дракон чужие жизни пьет. И копит силы дно назов, Явилась горстка храбрецов. Мы это уже где-то слышали. Драги бежали трепет, А что, все поговорить больше нельзя? Видимо, все. Вела дорога храбрецов по залам брошенных дворцов. Туда, где билось сердце зла, Путь свету преградила мгла. Но пал под натиском дракон, Отрядом маленьким сражен. И мир, избавив от оков, Вернулась горстка храбрецов. Так, убейте нагов и разбейте их отвратительного идола. То есть, мы там что-то не разбили, что ли? Получается, нам надо сейчас будет вернуться. Разбить ихнего идола. Возвращаемся. Может быть, мы что-то правда не сделали. Вот идол. Разбить. От вашего удара Тотем разлетается на куски, И его аура, защищавшая дочерний источник, исчезает. Дочерний источник бурля скрывается в недрах, Отступая к породившему его сияющему источнику. Итак, мы выполнили еще один квест. У вора девятый уровень. Так вот, друзья, Мы же, у нас чародейка получила Вместе с новым уровнем Заклинание пятого уровня, Который мы даже не изучали. Так, Мы выполнили еще какой-то побочный квест, да? Давайте изучим Заклинание к иллиричке нового уровня. Пятого уровня. Истинное зрение. Дальность касания. Цель существа. Заклинание проявляет истинный вид всех предметов. Персонаж видит в обычной и магической темноте Замечает скрытые магии двери. Видит истинное положение существ или предметов Под действиями таких заклинаний, Как мерцание или смещение. Замечает невидимые существа или предметы. Не поддается действию иллюзий. И знает истинную форму измененных или преобразованных предметов. Огненный удар. Так, Дальность средняя. Область действия. Цилиндр. Радиус 10. Цилиндр радиусом 10 и высотой 40. Спасбросок. Половина урона по реакции. В указанной клириком области вспыхивает вертикальная колонна божественного огня. Заклинание наносит повреждения от 1 до 6 единиц за каждый уровень заклинателя. Сам огонь наносит половину повреждений, а вторая половина обеспечивается божественной силой и не подвержена защите от огня. Так, от 1 до 6 за каждый уровень. Если мы сравним, допустим, с огненным шаром, то там от 1 до 6 за каждый уровень. Так, в принципе, это то же самое, только тут радиус 20 футов, а у того 10. Честно говоря, я не понял тогда прикола. Ну, в принципе, она тоже получается теперь боевой маг полноценный с этим с этим заклинанием. Так, оживление. Клирик возвращает жизнь умершему существу. Здоровье восстанавливается до уровня единицы за каждый уровень или бросок здоровья существа. Значит, до уровня единицы за каждый уровень или бросок здоровья существа. Все характеристики с значением 0 получают значение 1. Активные воздействия на момент смерти, например, паралич или яд, также снимаются. Это здорово. Сопротивляемость магии. В результате касания существо приобретает сопротивляемость заклинаниям плюс 12 за уровень клирика. А, 12 плюс уровень клирика. Чтобы вражеское заклинание поразило существо сопротивляемостью, значение 1.20 плюс уровень заклинателя должно превышать сопротивляемость существа. Убийство. Заклинание может мгновенно убить одно живое существо. Заклинателю необходимо успешно выполнить бросок атаки в ближнем бою для касания жертвы. Жертва может избежать смерти при успешном спас-броске по выносливости. В этом случае она получает урон от 3 до 18 плюс 1 очко за каждый уровень заклинателя. Конечно, жертва может просто умереть от ран даже при успешном спас-броске. Ну, все, что касанием, честно говоря, я не уверен, что... Удачно. Чтобы уничтожить себя, найдите круг у Алара, который перенесет вас в катакомбы. Найдите круг у Алара, который перенесет вас в катакомбы. Для этого обыщите логово Прейлиша и найдите великое творение у Алара, гривну чародея. Костяная рука. Чтобы получить кольцо зо, вы должны обыскать верхние ярусы и найти руку скелета, чтобы было. А кроме того, вы взяли слов. Нужно узнать слово забвение, которое поможет снять кольцо зо с руки скелета. Подождите, а у нас же есть и рука скелета, и кольцо зо. Разве нет? Или я что-то путаю? Кольцо зо снимает печать Митантора. А, так мы им уже воспользовались, ребят. Что-то я вот этого не понял. Это мы все узнали. А почему оно не в списке выполненных? Приострый клык. Если вы хотите познакомиться с Прейлишем, это понятно. Каменное сердце. Бериан, ты сказал, какого-то смеющего человека, который обитает в подземельях и как-то уживает с места обитания. Чтобы узнать о нем побольше, побродить по главному ярусу. Не знаю, я главный ярус уже весь изучил. Книги зла. Чтобы уничтожить древние книги, бросить их в Печь Молчания. Где Печь Молчания? Я не знаю. Владыка Болот. В Грязных Болотах вы разыскали владыку армиров Пузика и поговорили с ним. Он требовал, чтобы вы уничтожили клан армиров-отступников, обитающих в подземельях. Это все впереди. Голодный идол. По слухам, в развалинах к юго-западу от верхнего города есть большой заброшенный каменный идол. Что-то этот, этот я не знаю где. Гибельный клинок. Президущий голос сообщил вам, что Фарвиан, гибельный клинок великого героя Хашима Силором, попал в руки темных эльфов в катакомбах. В катакомбах мы еще не были. Ход планеты. Два из пяти освободили. Звезды под ногами. Герлан дал вам драгоценный звездный камень, который не стоит гривни. Он умоляет вас, сообщая из города, рассказать саму легендарную гривню. Каменная пасть. Горгуль улетает прочь от вас, потому что вы не понимаете, где поищите что-нибудь, что могло бы перевести их речь. Песня вот. Наяда Плиншери просила пристили, но у нее три водяных колокольчика. Она думает, что водяные колокольчики спрятаны за дверью с печатью воды. Это значит, там тоже надо куда-то отправляться. Куда-то отправляться на ярусы, где мы были. Тлеющие угли. На тунике мертвую женщину нашли. У насоса был символ строящегося ремплавия. Чтобы узнать, были ли у нее союзники, нужно продолжить поиски. Вот как-то так, честно говоря. Мало что прояснило. Где-то в развалинах, к юго-западу, от верхнего города. Я не знаю, где верхний город, но, наверное, вот этот вот. Есть голодный идол. Вот это мне интересно. Мы где-то что-то еще не изучили, что ли? Голодный идол. Так, вход в усыпальницу. Там мы были. Вот это не голодный идол? Вот здесь надо что-то еще раз поподробнее посмотреть. Где же они, служители, мистер? Это голос той бабы, кстати. Это какой-то квест. Почитатели мистеры. В призрачном храме мистера вы слышали женский голос, умоляющий принести какой-нибудь знак мистеры или привезти кого-нибудь из ее почитателей. Этот квест мы, наверное, не выполним. Почитатель мистеры это эльфейка, которая в самом начале, в Тихой Заводе. Но она с нами не пошла, потому что мы попросили нас наградить. Тлеющие угли. Так, давайте голодный идол поищем. Уже вечереет вообще-то. Надо бы ночлег найти, наверное. Тут я не вижу никакого голодного идола. Как здорово? ТРЕ率мена. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, голодный идол, я не понял И вообще, я, честно говоря, сейчас даже не знаю Куда нам еще нужно идти Однозначно нам нужно где-то поспать Ход в туннель ящеров Ну, в туннель ящеров, наверное, довольно опасно Или что? Ну, пошлите в туннель ящеров Мы же там не были Давайте туннель ящеров обследуем Вот он, кстати Тотем ящеров А, так мы же его освобождали уже Кстати, здесь можно поспать Так, сейчас раннее-раннее утро Тотем ящеров мы уже освободили Это явно не голодный идол Все, идем в туннель ящеров Все, идем в туннель ящеров Влево-право, я не знаю, куда идти-то Локация, как я понял, не самая большая Давайте влево пойдем Кстати, есть у кого-то заклинание Свет, я точно это знаю Должно быть вроде бы Свет, вот Давайте применим И что? Где свет-то? А, ну чуть-чуть Чуть-чуть посветлее Угу Пускай будет так Ящеры, не страшно Сейчас мы их быстро раскидаем Блокируем Заклинателей Заклинателей Так, магичке придется защищаться Или что? Нет, давайте отведем ее в сторону Так, кинем фаербол Так, вору оборонятся Потому что Кому стрелять нельзя Зачем я выстрелил? Всех убили Поспать бы Но спать негде Тупичок Так, это дверь Что за дверь? За дверью начинается туннель Заваленный костями, мусором И местами обвалившимися И местами обвалившимися Здесь Отвратительно пахнет И продвигаться можно с большим трубом Но вы Без помех Выбираетесь на поверхность Ага Тут можно То есть Отсюда тоже можно Значит попасть В туннель ящеров Так, выйти в туннель ящеров Ставим галку Выход в тихую заводь На этом Сороковой час закончился Друзья Всем пока